Всем привет, с вами водород и сегодня мы разберем пользу и вред прыжков на скакалке. И начнем мы с пользы. Польза, которую вам могут принести занятия со скакалкой неоспоримо и доказано это примером многих людей, а тем более спортсменов. Баскетболисты, волейболисты, легкоатлеты, даже боксеры тяжеловесы у всех тренировки не обходятся без этого снаряда. Прыжки со скакалкой в первую очередь вырабатывают внимание, быстроту и координацию. Каждый, кто только пробовал сделать хотя бы несколько прыжков и не запутаться, знает, насколько это непросто в самом начале. Далее задействуются одновременно разные группы мышц. Небольшие и крупные, икроножные и спинные. Мышцы кистей и рук, плечевой пояс, мышцы брюшного пресса и ягодиц. Для гармоничного развития тела важно, чтобы мышцы работали именно сообща, а не прорабатывались каждая по отдельности. Эту большую ошибку допускают все, кто думает, что тренажерный зал будет наилучшим местом для красивого и здорового тела. Но ни один тренажер не поможет вам сохранять ровную осанку, так как это сделает обычный шнур двумя ручками на концах. Активные безостановочные движения в течение всего 5-10 минут в день помогут здорово укрепить вашу сердечно-сосудистую систему и выработать небывалый до этого запас выносливости. Конечно же, одновременно с укрепляющими мышцами постепенно начнет пропадать и жировая прослойка на талии, бедрах и ягодицах, что так важно не только для любой женщины, но и для мужчины. Происходит это не только по причине усиленной физической активности, так как в дополнение в организме ускоряется обмен веществ, а значит он перестает откладывать жир в прозапас, направляя получаемую энергию на восстановление недавних затрат. Всего 20 минут упражнений со скакалкой позволяет избавиться от 200-300 килокалорий, а ведь это целый обед или ужин, который не останется на боках, а осядет на растущих мышцах. Разве может быть что-либо лучше? В целом, количество сжигаемых килокалорий будет зависеть от вашего веса. Тем больше он, тем больше вы будете сжигать. Именно поэтому полные люди быстрее сбрасывают десятки килограмм, чем в меру упитанные, которые за это же время от силы могут избавиться от 50 килограмм. Подсчитать калории, которые вы будете сжигать каждый день можно по простой формуле. Коэффициент 2,8 умножьте на ваш вес. Произведением будет количество килокалорий, которые вы сожжете за один час непрерывных занятий. Если вы уделяете в день ровно 20 минут, то разделите число на 3, если 30 минут, то на 2, если всего 10, то на 6 и так далее. И давайте теперь разберем вред скакалки. Вернемся к нашим скептикам, которые точно найдут контраргументы. К сожалению, в определенных аспектах с ними придется согласиться. Однако есть небольшой нюанс. Сама скакалка приносит только пользу. Вред может нанести себе сам человек, если не выполняет при этом определенные условия по ее использованию. В первую очередь, крайне не рекомендуется заниматься упражнениями со скакалкой людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, слабыми суставами, тем, у кого проблемы с позвоночником, так как на него приходится основная нагрузка во время прыжков. Можно добавить, что она вредна и при менингитах, и головных болях, как часто указывают в противопоказаниях на различных ресурсах. Однако, стоит ли говорить, что при наличии какого-либо рода заболеваний интенсивные физические управления строго запрещены по определению. Поэтому обязательно подходите с умом к любым спортивным занятиям. Но и для здоровых людей есть определенные предостережения. Так, женщинам не рекомендуется прыгать с скакалкой в период беременности или после родов. То же касается и женщин, и мужчин постарше, так как теряющую свою упругость кожа может сильно обвиснуть, что неблагоприятно скажется на внешнем виде. Если вы еще молоды, то не теряйте времени и начинайте уделять время скакалке хотя бы 3-4 раза в неделю. Так вы создадите отличную основу для здоровой зрелости и старости. Если же вам уже 30, то подходите к занятиям с умеренным пылом. Постепенно придерживайтесь определенной интенсивности, чтобы не навредить организму. Продолжение следует...